Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест. Ярославль празднует день города, день своего рождения. Да, прямо сегодня, 27 мая. То есть мы прям вот угадали, хотя заранее мы как-то не подстраивались под это, но и хорошо, что так получилось. Во-вторых, в этом году маршруту туристическому Золотое кольцо исполняется 50 лет, а Ярославль, он по праву считается жемчужиной этого направления и самым популярным направлением. Да, очень многие едут туда не только русские туристы, но и иностранные. Очень много. Это такое действительно место в каком-то смысле паломничества. И на самом деле очень многие называют Ярославль городом ста церквей. Это такое метафорическое определение, но действительно церквей, храмов, монастырей очень много в городе. И это такой отдельный маршрут, отдельный пункт посещения этого города. Но я, Марат, предложу нам с вами построить нашу программу, наверное, даже в большей степени на разговоре о такой театральной, литературной, культурной составляющей путешествия в Ярославль. Потому что, наверное, можно начать с того, что главная культурная достопримечательность – это знаменитый театр в Ярославле, который носит имя первого русского актёра Фёдора Волкова. Да, безусловно, и Ярославль, конечно, один из старейших, или можно сказать, старейший волжский город. Конечно, этот город претендует на то, чтобы быть столицей Золотого кольца. И такая формулировка часто в туристических путеводителях и материалах встречается. Столица Золотого кольца. Очень красиво это выражается, не в обиду другим городам, этого ожерелья. Это один из немногих провинциальных городов нашей страны, в застройке которого представлены абсолютно все магистральные направления русской архитектуры XVI века вплоть до XX века. Все стили, так или иначе, представлены, несмотря на различные потери, которые в XX веке многие города потерпели. Тем не менее, исторический центр сохранился, исторический центр является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому, конечно, посмотреть много чего. А то, что вы сказали, город 100 церквей, а ведь если прийти в праздник или в воскресный день, или хотя бы во время, подгадать так, что во время церковной службы колокольный звон, или как у нас в России принято говорить, малиновый звон. Поэтому, конечно, много чего. И в одной программе рассмотреть все слои истории, культуры Ярославля очень трудно. Ну, мы попытаемся именно так, как вы сказали, это наиболее, наверное, продуктивно, потому что древнерусская часть во многих городах есть. Конечно, паломническая история – это отдельный разговор, он требует особого разговора. Монастырский, например, Ярославль. А вот та специфика и та особенность театрально-литературной жизни города, которая не встречается в других городах, это, конечно, его изюминка. Ну и, коль скоро наша программа называется «Культурное путешествие», мы можем себе позволить, вот, скажем так, в культуру больше удариться в сегодняшнем выпуске. Такую именно, да, театрально-художественную культуру, потому что культурной столицей своего региона Ярославль, по праву, является с разных-разных-разных позиций. Мы уже упомянули Фёдора Волкова. Конечно, он для нас герой не первой программы. Мы о нём упоминали в нашей Костромской, в Костромском выпуске, поскольку Фёдор Григорьевич Волков родился в Костроме. Но всё-таки ассоциируется он, конечно, с Ярославлем и с прославленным театром, одним из крупнейших провинциальных театров России, носящим его имя. Слово «провинциальный», вот прилагать на «провинциальный», ну, я думаю, что все наши радиослушатели понимают, что оно не носит ни малейших каких-то таких, ну, скажем, иронических или снисходительных коннотаций – это выражение той жизни, того пласта культуры, на котором держатся очень многие города и культурная жизнь, в которых держатся. Более того, многие культурные институции, примеров не с числа и в Ярославле, они известны в столице и по фестивалям, и по тем выставкам, и по тем своим проектам, которые становятся общероссийскими. И очень многие театралы, на самом деле, действительно едут в Ярославль прежде всего, чтобы посетить театр. Да, Волковский. Ну, наверное, всё-таки Волков, вот я встречал у многих моих знакомых такую формулировку – да, мы знаем театр Волкова, но многие… Очень мало знают о нём самом. Знают мало о самом Фёдоре Григорьевиче Волкове. Я так думаю, что наша программа сегодня немножечко восполнит пробелы у тех, у кого нет. Да, потому что, ну, например, на засыпку вопрос, в каком веке жил Фёдор Волков. Ну, к сожалению, большая часть, такой соцопрос мини провёл, большая часть людей, с которыми я разговаривал, называли почему-то 19 век. Ну, что-то такое, похожее на Щепкина, вот из этой когорты актёров. Вроде бы актёры такой старой-старой-старой школы, ещё до Станиславского, ну, вроде они все в одном ряду. Между тем, Фёдор Григорьевич Волков – это человек 18 века. Причём универсальный человек, ведь он был архитектором и поэтом, и живописцем, и скульптором, и резчиком по дереву, музыкантом, актёром. Тут перечислять можно, на самом деле, его таланты бесконечно. Да, и ещё сюда можно добавить, что он не только первый русский актёр, но и первый русский сценограф, потому что он занимался художественным оформлением спектаклей, выпускаемых им. Вообще удивительная история. Ну, немножко биографии, да, вот он родился в Костроме, он родился, конечно, в купеческой семье, тут не нужно такие придумывать, да, идеалистические истории. Он уж прям не совсем из народа вышел, а имел возможность быстро получить образования качественные. И вот, с одной стороны, мы говорим скептически о Бероновщине, да, но, между тем, именно в эту эпоху, в пресловутую первые уроки грамотности, Фёдор Волков получил от пастора, состоявшего при герцоге Бероне, сосланном в Ярославль. То есть, вот это был двор Иоганна Берона, и там Фёдор Волков, значит, подвязался и получил своё образование. Потом он был отправлен в Москву, и тоже опять немцы, обучался у немецких промышленников, и говорилось о том, что он владеет немецким языком, как природный немец. Я думаю, что где-то здесь он и подсмотрел известные нам ещё по XVII веку немецкие театральные представления. Мы знаем о том, что они существовали при дворе царя Алексея Михайловича. Какая-то здесь, видимо, взаимосвязь существует. Конечно, элегантное, изящное Елизаветинское время очень способствовало ему, и, собственно, коммерческим каким-то направлениям в своей жизни он не проявлял интереса и, получив наследство, всё отдал своему брату. Но главная и ключевая дата, что ли, жизни Фёдора Волкова и, в общем-то, истории нашего искусства – это 29 июня 1750 года, когда в Большом Каменном амбаре, именно там зародился наш театр, где прежде купец Полушкин хранил свой товар, Волков дал своё первое публичное представление. Вместе с братьями и соратниками. Соратниками, да, показав драму «Эсфирь» в своём собственном переводе и «Пастораль», «Эвмон» и «Берфа». Значит, он ещё и переводчик был. И переводчик был, языком он был обучен. Интересно, что не все ярославцы восприняли первый спектакль. Положительно, даже имеются сведения о разбое, учинённом несколькими горожанами во время одного из спектаклей. Вот так произошло. Кто были его первые, в кавычках, или без актёры? Это был церковник Иван Дмитриевский, пищик Семён Куклин, канцелярист, цириульник, посадские люди. Вот, собственно, из своих знакомых он и организовал первый свой ансамбль. И именно слова о них пошла по всей России. И дошла до императрицы, которая вызвала их в Петербург к себе. А императрица Елизавета Петровна любительница была развлечений, как известно, и не пропускала ни одной из них. И взяла, что называется, на карандаш Фёдора Волкова. И дальше уже началась его петербургская жизнь. Был Гамлет, были трагедии Сумарокова. Это всё вот уже в следующий этап его жизни. И плавно он перетёк как-то и в другое время, в Екатерининское время. Причём там интересный момент. Он находился в охране, в Ропше, свергнутого императора Петра III какое-то время. Что он там делал, гражданский человек? Мы же знаем о загадочной, да, в общем-то, уже и не особенно загадочной, да, всем хорошо известной гибели Петра III. Фёдор Волков был свидетелем или, во всяком случае, находился рядом с этими событиями. Дальше он мог к Екатерине II заходить без доклада. То есть доступ в кабинет государни ему был открыт всегда. Но, собственно, в Екатерининскую эпоху он прожил очень немного, потому что на Масленице в Москве в 1763 году был устроен многодневный большой маскарад. Маскарад, да. Поржествующая Минерва. Да, в котором изъявится гнусность пороков и слава добродетели. Но, к сожалению, это было последнее его представление, которое он готовил. Последнее его творение. Он простудился на Масленице. И в апреле того же 1783 года он умер. Вот такая интересная судьба и интересное имя. С одной стороны, короткая жизнь, да, но сколько всего он успел за это время. Да, и вот мы сказали о том, что он именно принадлежит своему веку. Я думаю, что в XIX веке более регламентированном, более таком каком-то вот сухом в этом смысле, да, когда уже образовались, мы знаем, императорские театры, когда какая-то была уже определённое было регулирование и развлечений тоже. Наверное, вот такой самородок появиться мог бы с большим трудом. Хотя тот же Щепкин опровергает эти слова. Но всё-таки Фёдор Волков – это человек эпохи просвещения, века просвещения. И вот эти две императрицы, конечно, благоволившие ему, они во многом и определили его судьбу, очень такую вот счастливую судьбу. А Ярославль – его вторая родина, и, собственно говоря, имя его осталось в памяти ярославцев и в названии театра знаменитого. И театральная площадь тоже носит его имя, поэтому я думаю, что ярославцы отдали дань своему не уроженцу, но, тем не менее, человеку, которому… Знаменитому жителю, да. Жителю, да, который очень много сделал для этого города. Ведь действительно, после этого театр стал развиваться и получил то здание, которое мы сейчас видим, и ту славу. Великолепное, да. Да, безусловно, которую сейчас имеет. Ну, Ярославлю вообще везло в XIX веке. Ярославль выгодно расположен. Это Волжский город, Верхний Волжский, это Купеческий город. И, в общем-то, он преуспевал весь XIX век, и купцы не склонны были только лишь к каким-то ограничениям, сочетали торговлю, молитву и, конечно, развлечения, которые уже в этот период времени плотно и прочно вошли в быт такого городского посадского обывателя. Поэтому, конечно, театр, ну, так скажем, он стал тканью города. И очень хорошо, что он и сейчас украшает город известен, ну, как мы сказали, в Москве, и, в общем-то, выбивается из ряда театров, которые у нас существуют, именно своей какой-то свежестью. Там действительно его спектакли получали и награды, и золотые маски у него, если я не ошибаюсь, целых четыре. То есть это действительно такой развивающийся и очень активно развивающийся театр. Но я хотела добавить, что этот город Ярославль, он действительно связан с театром и с музыкой очень тесно. Например, там есть Мемориальный дом-музей Собинова, оперного певца. Давайте о нём тоже скажем. Да, и опять совпадения приятные. В мае этого года много мероприятий, посвящённых Леониду Витальевичу Собинову, потому что год юбилейный, 2017 год, год 145-летия со дня рождения нашего знаменитейшего оперного певца. И в его доме-музее много мероприятий. Одним из них вечер, он, собственно, так и называется, сиреневый вечер, потому что эпоха, время через призму времени года красивого весеннего, поздней весны, когда сирень распускает. Как раз сейчас начинает сирень распускать, не зря, конечно. Да, и сам дом очень уютный. И, в общем-то, его посетить очень было бы целесообразно, потому что не только на каком-то мероприятии, но и потому что можно увидеть, как это часто мы говорим в разных наших выпусках, интерьер и быт того времени. Вот где можно увидеть сохранившийся, бережно отреставрированный, бережно восстановленный быт семьи конца XIX-начала XX века? Только в домах-музеях по существу. И в Собиновский музей, конечно, здесь украшения. Ну а если повезёт и на музыкальный вечер, на вечере побывать, то, конечно, впечатления будут очень яркими и полными. Да, там ещё афиши очень красочные того времени. Это всё действительно такой исторический аспект путешествий, экскурсий, который любителям театральным, да и просто даже интересующимся людям будет очень интересно туда сходить. Кроме того, среди прочих музеев Ярославля выделяется такой небольшой дом-музей белорусского поэта Максима Богдановича. Я думаю, о нём стоит поговорить особо. Да, Марат, я прошу прощения. Мы, безусловно, к нему вернёмся после короткого перерыва. Снова мы в студии и продолжаем наш разговор. Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест. Мы снова в студии. Полина Ступак и Марат Сафаров. И культурное путешествие сегодня посвящено городу Ярославлю. Продолжаем наш разговор. Да, я думаю, что Максима Богдановича знают по его произведениям. Многие наши радиослушатели по знаменитому хиту вокально-инструментального белорусского ансамбля «Песниры» «Вероника», «Песни», которая сочинена на стихи Максима Богдановича на музыку композитора Игоря Лученко. И, собственно говоря, за свою очень короткую жизнь 25 лет прожил Максим Богданович на свете. Он сделал очень многое. Вот мне такие вот приходят сразу параллели в разных литературах и в разных культурах. Ну, Лермонтов, конечно, Габдула Тукай для татарской литературы, Николос Бараташвили для грузинского. Такие вот феноменально яркие жизни при отведённых судьбою ограниченных годах. Всем там 25, 26, 27 лет. Вот столько они прожили на свете, столько они сделали. Богданович сделал очень многое для формирования белорусского литературного языка. И вот этот небольшой музей, бережный, тоже очень такой домашний, уютный, бережно сохранённый, он является одним из центров белорусской культуры в Ярославле. Там проходят праздники, можно услышать стихи в оригинальном исполнении, собственно говоря, в исполнении на белорусском языке. Посетить этот очень такой колоритный и уютный, ещё раз повторюсь, музей стоит обязательно. Он находится на улице Чайковского в Ярославле. Есть ещё одно очень интересное место, опять же, связанное с музыкой. Это музей «Музыка и время», он так и называется. Он был создан в начале 90-х годов Джоном Мостославским. Это потомственный иллюзионист, фокусник, актёр и страстный коллекционер старинных вещей. И вот всё, что он насобирал за свою жизнь, вот теперь представлено в этом музее. И такая основная часть этого музея – это коллекция колокольчиков. Экскурсоводы и сотрудники всегда могут тебе любую практически мелодию на этих колокольчиках наиграть и даже дать попробовать. Очень любят это место и молодожёны туда заезжать, и какие-то свои любимые мелодии наигрывать. На самом деле сейчас туда уже входит даже не один музей, вот не только этот музей, а целый музейный комплекс. И там есть и музей фарфора, музей самоваров. То есть это уже такое даже... Ну, созвездие инструментов, да. И очень интересно, что они традиционны для нас. Вообще в Ярославле при всей его такой масштабности очень бережно сохраняется Верхневолжская нота. Это ведь особый регион, особый край. Вот мы подчёркиваем всегда русский север, там по Волжье говорим, допустим, юг России. Вот разные регионы, в них особое своеобразие русского мира, русского духа проявляется. Ярославль, конечно, один из центров Верхневолжской культуры, особый, например, проявляющийся в архитектуре. Но это наглядно, да, но и в традиционных песнях Верхневолжских, русских крестьян. Вот это всё можно увидеть, если следовать, похвастаемся тому маршруту, который мы выработали, чтобы это оптимально увидеть именно в тех местах, где это сохраняется. Тем более, что расположены они не очень далеко друг от друга, и всё это можно логически проложить себе такой маршрут, и практически всё увидеть за уикенд. Я бы ни в коем случае ни одним днём бегом-бегом, не дай бог. Но я бы ещё порекомендовала зайти в Ярославский художественный музей, который тоже славится на всю Ярославскую область, и, мне кажется, его знают и по всей стране. Да, его коллекция очень значительная. Сейчас в Москве часто проводятся выставки из собраний провинциальных музеев, и о многих таких музеях мы узнаём именно благодаря большим столичным выставкам. Ну и уж, конечно, нужно обратиться к первоисточнику, то есть поехать в регион и это увидеть. Это замечательно, потому что коллекция богатейшая. Если же всё-таки от музейной жизни немножко вы подустали, и особенно если вы с детьми и хорошее время года, конечно, Ярославль даёт возможность расширить культурную программу. В городе с 2008 года существует очень интересный зоопарк. Этим похвастаться может далеко не каждый город. Если, допустим, путешественник приезжает не из Москвы, а из другого города, то не видел зоопарка, дети не видели, то, конечно, Ярославский зоопарк – первое такое прикосновение к этой институции, так скажем. К площади он даже больше, чем московский. Ну, благодаря тому, что, конечно, он создавался-то в другое время и имел возможность расширить свои площади, потому что сейчас, конечно, совсем другая модель построения зоопарка. И, кстати, вот вы сказали про модель построения зоопарка. Там же действительно животные живут в вольерах, то есть клеток там нету, и есть контактные зоны, где можно по ним погулять, походить, покормить животных. Дети просто обожают. Да, современный зоопарк, конечно. Ещё очень интересный тоже музей. Он не сказать, что под открытым небом, но частично всё-таки, да, это музей боевой славы, потому что есть большая, как это принято в музеях боевой славы, площадка военной техники, она обновляется, там много нового есть. И, конечно, с детьми побывать в нём, в залах, где экспонируются различные свидетельства наших ратных подвигов и Великой Отечественной войны, и предыдущих веков, это, конечно, тоже здорово. И такой ещё есть тоже музей, порекомендую для наших радиослушателей, у которых есть дети. Это музей занимательных наук Эйнштейна в Ярославле. Тоже очень интерактивный, можно всё потрогать, покрутить, повертеть. Масса всего интересного, причём как взрослым, так и детям. Но, Марат, я предлагаю... Мы озвучили тему, как Ярославль и его окрестности, потому что действительно в Ярославской области можно по ней колесить, если на машине, да и если просто на транспорте, практически по всей её территории, да, и увидеть массу интересного. И я предлагаю начать, наверное, с литературной части и про Некрасова поговорить, и про музей-усадьба в Карабихе. Да, тем более, что в Москве сейчас такой вот, в общем-то, повод хороший посетить Карабиху в Москве с 18 мая выставочных залов Белокаменной палаты 17 века, а этот зал находится рядышком с Государственным музеем Пушкина, в Москве не спутаем с Музеем изобразительных искусств. Так вот, именно в Пушкинском литературном, как иногда его называют, музее, в выставочных залах 17 века проходит выставка историко-культурный центр Вятска имени Анкудиновой. Это очень интересное место, оно, как и многие другие места, как и один из героев нашего следующего сюжета Мышкин, это места, которые появились на туристической карте только в последнее время. Вот есть у нас старые центры туристические, по-разному они живут, и на Золотом кольце в том числе, какие-то очень успешные, а какие-то, в общем-то, пока похвастаться чем-то инфраструктурным и интересным не могут, а в Ярославской области многие места вот просто с чистого листа на пустом месте, что называется, начали формироваться. Ну, пустое место-то, конечно, очень условное, потому что есть ландшафт, есть архитектура, но не было туристической инфраструктуры. И вот Вятская в этом смысле – это такой интересный пример того, как можно построить в Некрасовском районе Ярославской области, там, где родился и Некрасов, и скульптор Апикушин, автор первого памятника Александра Сергеевича Пушкину, и другие интересные люди, вот создать некую такую культурно-историческую и в чём-то туристическую среду. Ведь действительно село, оно на самом деле древнее, да, само по себе, но вот такое развитие оно получило в начале XX века. И вообще, мне кажется, что ярославцы, они вообще очень предприимчивые люди и очень грамотно распоряжаются тем наследием, которым они обладают. И вот Силовятск – это пример такого успешного развития. Да, потому что побывать в таких, как бы мы сказали, естественных условиях верхней Волжской природы и рядышком в этом же районе, в Ярославском районе Ярославской области, а это пригородный район, всего-то там около 15 километров от областного центра, находится деревня Карабиха, которая любому человеку, знакомому с биографией Некрасова, известна, поскольку там располагается его усадьба. Одна из таких же мчужин литературной истории России, причём не просто вот какая-то формальная, вот он там родился и уехал. Побывал, провёл несколько там лет, несколько раз на охоту сходил. Нет, Карабиха – это, в общем-то, ткань его творчества, потому что многие... Он приезжал туда ежегодно в течение 10 лет. Да, и известные многие произведения, «Мороз, красный нос», которые он посвятил своей сестре Анне, русские женщины, и «Кому на Руси жить хорошо», и «Арина, мать солдатская», «Калистрат». А уж про стихи вообще. Ну да, вот эти два стихотворения, только назвали два, да, можно называть не с числа им, сочинены Николаем Алексеевичем Некрасовым именно в его родном селе. Селом его назвать-то очень трудно, потому что Карабиха – один из немногих таких примеров, ну что ли, даже и не барской усадьбы, фактически дворца, которых, примеров таких в Ярославской области очень мало. Когда сохранилась архитектура, ансамбль, ну скорее, характерный для пригородных усадеб Москвы или Петербурга. Такой уровень и такой масштаб этих построек – это конец. Вторая половина XVIII – начало XX века, вот примерно в этот период времени основной ансамбль был создан. Там интересные композиции ансамбля – это главный дом и два флигеля. Ранее они были соединены между собой двухэтажными галереями. И, конечно, интерьеры, конечно, экскурсии, которые по этому музею проводятся. И опять, как много раз мы говорим, уже это музейщики, которые создают атмосферу этого музея, этого дома. Вот такое впечатление, сколько уже десятилетий, прошло больше века, как нет Некрасова, но какое-то присутствие, такое впечатление, что музейщики лично с ним знакомы. Ну или, во всяком случае, знакомы с людьми, которые знали Некрасова. Такой вот эффект присутствия, он есть в этом музее замечательный. А вообще сотрудники этого музея всегда организуют много удивительных мероприятий. Ну, самое известное, наверное, ежегодные дни поэзии Некрасова. И вот на эти литературные праздники такое огромное число людей приезжает, причём как любителей Некрасова, так и просто любопытствующих. Да, и поэтому, конечно, в Карабиху, благо она в пригороде находится, Ярославля, поехать стоит, это очень недолго, быстро. Да, 15 километров на машине где-то около получаса. Получаса, да. И, собственно говоря, впечатлений будет очень много. Вообще в поездках в Ярославской области основное, что мне доводило слышать от туристов, это трудности маршрута от Москвы до Ярославля. Вот эта проблема существует, именно связанная с пробками. И мы как раз вот про окрестности говорили, про то, что нужно логически, очень точно для себя понять. Особенно первый день, да, потому что именно вот какие-то заложенные там по навигатору или по карте то время, которое вы планируете потратить в поездке до Ярославля, может быть, значительно больше из-за того, что это достаточно загруженная трасса, там и Сергеев Посад на этом шоссе, и много-много чего интересного. И дачников много в сезон, поэтому вот как-то прибавляйте, что называется, время на поездку. А между тем в окрестностях очень много чего можно увидеть. Вот мы уже сказали о детях, о путешествии с детьми, о том, что в музее боевой славы можно много увидеть интересные военные техники. А есть в Ярославской области уникальный музей, которого нельзя встретить, ну, я думаю, что практически нигде, но, может быть, я знаю один регион, где что-то похожее есть. А это Чувашия, и это не случайно так, это родина лётчика-космонавта Андриана Николаева. А здесь посвящено Валентине Терешковой, конечно же. Валентине Терешковой, да. В этом году надо просто напомнить, да, что очень масштабно отмечается её 80-летие, и мероприятие проходит по всему миру. И это не просто слово, а на самом деле вот в Лондоне сейчас выставка, посвящённая её жизни и её деятельности, которая, по информации музейщиков, в Ярославле будет открыта скоро. Да, но пока эта масштабная выставка не приехала в Ярославль, можно уже посетить музей в селе Никульское в Тутаевском районе. Да, родилась. На родине. Ну, родилась Валентина Владимировна буквально в полутора километрах от Никульского, в деревне Большое Масленниково. Но там, собственно говоря, уже жителей, кроме дачников, очень мало, и поэтому большая часть всей музейной истории располагается, или, вернее, вся основная часть располагается в селе Никульское. Причём музей достаточно уже с историей. Он открыт был ещё в январе 1975 года. Но потом разные были периоды в его истории. Сейчас он обновлён, реконструирован, он очень интересный. Он располагается в специально построенном современном здании. Там как бы такая вот, ну что ли, такие две половины. Есть экспозиционный и есть часть, в которой находится построенный деревянный дом по образцу сохранившегося поныне дома её бабушки. То есть вот сам дом, где Валентина Владимировна родилась, он не сохранился, поскольку после войны её мама Елена Фёдоровна Терешкова с детьми переехала в Ярославль. И поэтому, в общем-то, вот утварь деревенского дома, интерьер её восстанавливали. Но восстанавливали очень хорошо. И, в общем-то, вот то место, откуда началась жизнь, где был дан первый старт, что называется, да, биографии лётчика-космонавта, первой женщины-космонавта в мире, героя Советского Союза, Валентина Владимировна Терешкова, это, собственно, вот это место. А вот в экспозиционной части, вот уже детям будет здесь очень интересно, много чего есть. Там испускаемый аппарат типа «Восток» 62-го года. И есть скафандры и костюмы первых космонавцев. И даже образцы космической пищи. И макеты ракетной космической техники. И коллекция подарков, которые Валентине Владимировне преподносили во время её международных поездок, надо сказать, вы вот упомянули уже о том, что в Лондоне уже сейчас экспонируется часть, которая свидетельствует экспонатов, вернее, да, предметов, которые рассказывают о её общественной большой жизни после уже великого космического полёта. Здесь музей это тоже есть. Тем более на Лонне природы представить себе, что вот здесь, в нашей русской деревне, родилась наша русская девушка, которая прославилась на весь мир, которая узнала весь мир, и все страны ей рукоплескали, это, по-моему, даже лучше, чем в пространстве каких-то роскошных музеев, как мне кажется. Да, безусловно, тут я с вами не могу не согласиться. Но, Марат, поскольку у нас совсем мало времени осталось, я предлагаю... Нам не простят наше государство, если не упомянуть. Немножко поговорить про Мышкин. Вообще в Ярославской губернии, ну, действительно, городов, которые заслуживают... Да, Нилов есть, да. ...внимания очень много, но вот мне кажется, что Мышкин – это некое особое такое место. Да, оно особое прежде всего вот тем, что мы уже сегодня сказали. Это удивительной способностью создавать туристические центры. А Мышкин ведь не старый город. Вот многие люди, с которыми я разговаривал, не слышали о нём. Ну, кто уже сейчас в поездке? Мало отправляется. А людям молодым, среднего возраста, которые активно путешествуют, Мышкин хорошо известен. Потому что его история началась, ну, не история, конечно, самого города, а история туристического центра, всего-то около 20 лет назад. И силами местных жителей, которые создали народный музей, теперь известный по всей стране. Это вот к вопросу о предприимчивости местного населения. Инициативе снизу, вот того, что люди не ожидали каких-то милостей от природы, и того, что необходима какая-то помощь, а создали сами. Сначала, может быть, даже для себя, об истории города, интерьерах, утваре, одежды. И сохранить всё это, конечно. А потом, ввиду и очень удачной географии, и очень успешному, ну, в хорошем смысле, пиару, который Мышкин получил, да? Ведь известно, что вот этот образ, который они выбрали, образ мыши, да, он, собственно, и как-то вот по всей стране и распространился. Ну, во-первых, там есть музей мыши. Да. Потрясающе совершенно. Такое количество собранных мышей в одном месте я не видела, наверное, больше нигде. Ну, только не будем пугать наших радиослушателей. Безусловно, это неживые мышки, конечно. Это такие экспонаты, причём они разные со всего мира. И есть такую подсказку нашим радиослушателям могу дать, что если ты принесёшь какой-то экспонат, мышь в этот музей, то потом тебя туда будут пускать бесплатно. Вот так. Кроме того, конечно, имя и город. Ну, существуют разные версии, что такая версия скучная, что от фамилии там одного из первопоселенцев. Мне, конечно, больше нравится версия другая, о князе Фёдоре Михайловиче Мостиславском, который прилёг отдохнуть на берегу Волги, проснулся от того, что по его лицу проползла мышка. Он, конечно, был в гневе, но выяснилось, что мышка-то его предупредила о том, что... Спасла гибель. Да, гибель. Подползавшая змея. Он скачил и спасся. И назвал это место Мышкиным. Это было и село Мышкино, и город. А город был с 1777 года такой статус носивший. И многое в его возрождении сыграли свою роль, во многом в его возрождении таком сыграли свою роль Дмитрий Сергеевич Лихачёв и Булат Акуджава. Они, во всяком случае, сделали очень многое для того, чтобы вернули статус города. Это было очень важно, чтобы туристическая жизнь возродилась. И, конечно, это вот такой пример нашего русского предпринимательства, нашей русской какой-то смекалки, которая этот город создала, создала рабочие места и очень многих людей туда привлекает. Это такой действительно миниатюрный город, но, как говорят местные жители, музеев там такое количество, что и может позавидовать некоторые города-миллионники. И это действительно так. Для меня, наверное, как представительницы прекрасного пола, было очень интересно сходить в музей валенок. Потому что огромная коллекция, очень интересная, и такой практический интерес можно себе приобрести. Очень модные валенки. Да, и есть музей столицы Лоцманов, историко-бытовой музей. Мы не забываем, что всё это в Верхней Волжи. И музей Льна, и единственное, вы уже сказали о нём, музей в мире мыши и так далее. И природа сама, и сам ландшафт, и доступность этого города. Вот одна цифра, она многим, может быть, так алгебру гармонии-то не надо измерять. Но, тем не менее, всё-таки, надо сказать одну цифру. Около 140 тысяч человек ежегодно посещают этот крошечный городок. Это говорит о том, что в России о нём знают. И, конечно, мы в нашей программе не могли не напомнить нашим радиослушателям о том, что культурное путешествие – это не только Ярославль, известный, большой и богатый, но и маленький и очень уютный Мышкин. И его окрестности, да, не в смысле окрестности Мышкина, а окрестности Ярославля, потому что настолько богатая и своим культурным наследием, и своими людьми, как мы уже выяснили, с вами очень смекалистыми, да, инициативными. И всё-таки это центральная Россия, да, около там 300, по-моему, километров от Москвы, поэтому, в общем-то... Причём очень удобно есть и автотранспорт, да, и на автобусе можно, и, конечно же, железнодорожный. Ну, то есть в плане доступа к этому городу никаких проблем, главное было бы желание... И распланировать. И правильно распланировать, и вот действительно наш сегодняшний разговор подтверждает, что это, ну, одно из действительно таких популярных направлений, и всё-таки рекомендую не бегом осматривать этот город, потому что некоторых там привозят, есть же теплоходные туры, туда привозят пару-тройку часов, дают тебе... Выгрузили, загрузили. Да, дают тебе там, ну, час, может быть, свободного времени, может быть, чуть больше, но сам такой вот Ярославль вот именно в своей сути можно понять, почувствовать и полюбить, только гуляя по его улочкам, гуляя по совершенно шикарной набережной, потрясающие панорамные виды природные. Вот это всё нужно именно осматривать не спеша. Не спеша, да. И кроме того, какой-то вот такой маршрут для себя, такую логистику внутреннюю всё-таки составить, потому что я слышала от многих моих знакомых, посещавших Ярославскую землю, ой, а я вот забыл, а я вот там не был, а я вот пропустил это. Но это, конечно, и повод для того, чтобы посетить Ярославль и его окрестности второй, третий раз, но, тем не менее... Причём в разные времена года, вот сейчас лето, а золотая осень... Конец весной, начало лета – это самый, наверное, лучший вообще сезон в нашей стране. Спорно, можно, конечно, спорить, но, конечно, когда пробуждается природа, особенно в Ярославской земле, где архитектура, история, литература и природа в одном целом – это самое замечательное. Ну и золотая осень, само собой. Безусловно. Ну, Марат, я надеюсь, что наш сегодняшний эфир кому-то помог составить свой маршрут, кто-то что-то туда добавит, кто-то что-то ещё, может быть, скажет. И, возможно, у слушателей наших будут какие-то отзывы, да, и мы что-то сами для себя новое узнаем. Но, тем не менее, всех ещё раз агитирую за то, чтобы потратить какие-то свои свободные выходные, а, между прочим, в ближайшие длинные выходные у нас в июне, и я очень рекомендую составить такой маршрут. Да, полностью согласен, Полин. Спасибо вам большое, Марат, всего доброго и до новых встреч. Всего доброго. Культурное путешествие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова